всем привет всем здравствуйте наконец бокс доступен уже к покупке в интернет-магазине поэтому срочно переходите по ссылкам даже здесь у нас в группе есть уже ссылка на покупку бокса сейчас я буду показывать один тип дизайна как раз те ногти которые я планирую сделать уже себе в понедельник звук тихие отличный звук хорошо буду говорить громче итак смотрим снова на небольшую распаковку приступаем сразу дизайна то что я перед этим только показывала они делала варианты дизайна что ждала когда же он будет уже доступен к покупке сейчас уже официально на и мешок точка ру он есть смотрим на эту красоту в этот раз бокс мы сделали о другой комплектации теперь гель лаков боксе не будет а будет только сама сама идея книжка да с вариантами дизайна и сами декорации надежда еремина но это возможно у вас не делает делать делать опять же боксы это всегда такой творческий процесс я всегда беру какую-то одну идею и делаю через эту идею целый бокс целые коллекции варианта дизайна в этот раз бокс у нас посвящен модному дому александра маквин и если мы возьмем александра маквина в разрезе например самого пика его взлета да это 2009 год 2010 год это наверное самые удачные его коллекции вот и конечно если мы посмотрим на александра маквин у него очень большой упор в фурнитуре всегда идет до сих пор и шел это элементы насекомых в сочетании с черепушками вот это самого знаменитая форма клатча это украшения это кольца это какие-то элементы на одежды и александр сам очень любил эту тему с большим количеством страз металла и при этом это всегда вот черепушки бабочки да которые очень уравновешивают эту тему продают романтичности это насекомые поэтому если мы сейчас посмотрим с вами сам бокс что туда входит сейчас я показываю в общем книжка чем хороша во первых это готовое решение вы берете упаковку скрываете ее открываете книжку и ваша задача просто те варианты компоновки которые здесь предлагаются повторять и на выходе получается очень нестандартные интересные дизайны в этот раз бокс он имеет такой достаточно неформатный вариант дизайна вот поэтому понятно что не все клиенты это будут делать да там не всем мастерам возможно это зайдет это на определенный вкус и категорию вот ну я давно мечтала сделать бокс посвященный именно александру маквин поэтому мы его назвали маквин да здесь внутри есть qr-коды вы можете переходить по qr-кодом и скачивать картинки исходники размещать на ваших пабликах для рекламы да вам уже можно рекламировать дизайн и даже не сделав себе ногти или типс потому что здесь уже будут готовые варианты для ваших пабликов еще раз посмотрим на самые интересные элементы темы для вдохновения которые мы взяли александра маквин это принты сочетание с самой популярной его фурнитуры эти наверно самые офигенные помню туфли в рамках показа где блочи много у него таких бабочек и принтов в общем до моему счастью тоже нет предела я обожаю такое сочетание давайте теперь посмотрим чуть поближе это принты один принт получается такой психоделический мы взяли из коллекции где как раз были такие космические просто платья называясь будущее а потом вот такой принт это змееподобный принт тоже можно сказать он психоделический это тоже был показ один из самых знаменитых вот этот наверно самый мой любимый также сейчас я еще приду получается у нас 1 2 принт 4 4 варианта смотрите и с бабочками мы взяли сознательно вот такой вариант черно-белый хотя у него были коллекции где они были цветные и взяли вариант как раз вот с этими бабочками на 2 присутствуют вот такие отбивки потому что я поняла самое большое по трате будут вот такие всевозможные ленты они постоянно нужны поэтому я их подобавляла на слайдер на многие видите черно-белый они вот прям часто встречаются это сделано сознательно всего 12 слайдеров получается 1 плоскостные следующие это вот такие объемные с элементами страз и фольги вот они 4 штуки их сложнее всего было произвести как раз из-за них у нас тормозился выпуск боксов я все никак не могла понять как сделать технически чтобы более или менее и фольга блестела после обработка после обработки ультра бонда да и чтобы эффект страз сохранить вот поэтому везде добавили смолу и соответственно очень важно чтобы вы посмотрели как работать особенно вот этими слайдерами потому что они такие дорого-богато но ими нужно уметь работать вот то что везде добавлена смола 4 дальше сюда также добавили варианты где у нас черепушки смотрите они имеют уже готовый вид компоновки с бабочками с насекомыми с цветами и с текстом вот но также я предусмотрела видите когда они у нас голенькие без ничего и вы сами берете бабочки вы сами берете насекомых да еще такие варианты с паутиной и уже компонуете в общем это я тут базу тестирую девочки тут цветная база новой формулы тестируем в общем часть предполагать что вы просто возьмете и готовая а часть все-таки дизайна предполагается что вы это скомпонуете что было классно и интересно давайте начнем вот с такой композиции это как раз я планирую себе ногти такие сделать давайте я щас прям возложу прикиньте все десять ногтей сделать разные это тут же так же классно здесь я взяла один вариант принта и от него оттолкнулась ведь и получается такая единая композиция этот бокс предполагает универсальные цвета вот поэтому рекомендую просто использовать как подложку это белый серый черный и вот очень классный интересный такой цвет который я взяла из коллекции lost in time кто помнит эту коллекцию прошлой осенью выходила здесь есть очень интересный красивый зеленый цвет он прям вот для александра маквин тоже очень классно подходит вот поэтому сейчас предлагаю сделать несколько вариантов из этого box и как раз посмотрите заодно как работать вот в этой технике бутербродом потому что там бог содержит только одно растворимые слайдеры соответственно мы работаем только в технике слайдера крос еще раз напомните под смотрите кому делать чтобы это все было носибельно и как раз посмотрите особенно как работать вот с этими слайдерами видите здесь очень много фольги очень много смолы эффекта страз как раз вам будет хорошо видно так ну понятно самое главное напомню вам как делать слайдер на весь ноготь то очень важно посмотреть достаточно максимально тонкого слоя не нужно наносить этот белый в два слоя чтобы было непрозрачно все равно нам нужен только как подложка почему потому что вот такие фоновые слайдеры когда мы делаем на весь ноготь при печати мы не делаем подложку да и поэтому они при растворении будут прозрачными поэтому если просто на голый ноготь приклеить будет не сильно ярко не будет этой сочности поэтому так как подложка отсутствует белая то что с белой подложкой это не плохо носится поэтому всегда печатают без подложки вот а так как без подложки то соответственно мы делаем подложку белым гель лака это первый вариант будет у нас второй вариант я предлагаю сделать такой тоже здесь как раз посмотрите как мы этот бутербродик будем с вами сделать здесь у нас фон однотонный зеленый здесь подложка не нужно потому что здесь штучные слайдеры используются а у них у всех мы всегда делаем подложку делаем подушку как раз берем 393 который очень круто будет дружить по цвету классный цвет компаньон к нашему слайдеру еще кстати для александра маквин здесь очень хорошо подойдет цвет компаньон оранжевый либо кирпичный либо рыжий что если посмотрите у нас очень много вариантов с этими бабочками идет видите и психоделический принт тоже содержит такой красно-оранжевый оттенок тоже будет круто вот суши и вариант сделаем на пополам ноготочек до такого плана здесь тоже предлагаю просто покрыть белым белый ноготок надо бы еще пластину к этому боксу для стемпинга слушайте ну я думаю что мы дальше будем работать я буду много эфиров ввести с этим боксом лишь пока все варианты не перепробую и не успокоюсь вот у нас очень много есть принтов уже в пластинах которые идеально подойдут для вот этой темы с маквином смотрите как классно на весь ногот так здесь тоже у нас будет беленький тоже наносим однотонное покрытие беленьким итак давайте с много . до 10 вырезать можно разные куски вот я до этого вырезала видите верхнюю часть вот прикольно смотрится еще мне нравится вот эта средняя часть вот этот кусок тоже вот офигенный смотрите какой кусочек вам нравится смотрите боже мой какой ты классный ну давайте постараемся красиво аккуратно все это компактно вырезать до чтобы давайте вот так потому что все равно у нас ничего не выкидывать и будут варианты композиции ведь когда нам просто кусочек нужен просто кусочек нужен так не знаю я угадала или нет так нужно горячая вода прокосил кстати ну ладно будет не по центру он будет сбоку вода нужно горячая градусов 85 всегда слайдер любые фирма лучше растворять в горячей воде еще раз напомню вот эти паттерны они на прозрачной подложке дальше чтобы хорошее было приклеивание самый ходовой материал который всегда используется при работе с растворимыми наклейками на водной основе это как раз вот топ слайдер это топ с липким слоем у него прикольная клеевая основа пахнет чуть-чуть даже лаком прям вот обычным лаком такой гибридный топ у нас продается много-много лет в ассортименте и в основном мы его используем не как финиш а мы его используем для приклеивания слайдеров а потом перекрытия слайдеров слайдер действительно очень красивая ну как вот кто-то возмутился все самом начале что типа кто это будет клеить по черепушке я вас уверяю что тема с элементом череп она имеет место быть и не нужно к этому относиться как к чему-то предусудительному сам александр маквин очень любил как элемент визуализации да вот черепушки он добавлял везде фурнитуру аксессуары бижутерию ну если вам само это не заходит конечно это не про вас и соответственно и клиенты у вас такие же они не будут это делать вот ну и ничего страшного очень хорошо ложится на туп слайдер чуть-чуть вот растянули даже если где-то будут складочки но в принципе вот еще строго к складочек практически нет но бывают складки если например ногти они хагрифозные или там арочный квадрат то складки по-любому будут но ничего страшного потом ультрабон все выровнят главное движениями смотрите такими сверху вниз сверху вниз не вот так пилим а движениями сверху вниз обрабатываю возле кутикулы обычно берутся щипчики для маникюра вот здесь и подрезаются щипчиками для маникюра и теперь можно обработать уже ультрабон там всю поверхность ультрабон чуть-чуть растворит поверхность и вот эти вот складочки которые есть или пузыречки он чуть-чуть их сделает более такими знаете податливыми для перекрытия финиша поэтому ультрабондом особенно вот такие фоновые слайдеры да когда нам как фон нужно перекрывать сверху что фоновый слайдер не скалывался с торца обязательно проходим снова топ слайдером и потом уже только вы накладываете тот топ который вы хотите прям запечатываете торцы потому что складки они все равно будут но вот таких вот фоновых слайдеров и никуда от этого не денетесь особенно если ногти длинные большие вот а потом берете в например я очень люблю сейчас праймом работать почему горячий вроде в обычной холодной воде хорошо смывается есть слайдеры например вот такие объемные сейчас я покажу вот где присутствует смола объем их лучше именно вот в горячей воде потому что они становятся более эластичные понимаете более эластичные и праймер и уже сейчас праймер это у нас новый топ ну как сравнительно но вообще он продается мне кажется уже где-то год мне очень нравится тем что я его наношу можно сделать легкое моделирование если нужно выровнять вот эти складочки которые образовались но он и сам очень классно выравнивается все и проходим опять же по торцу и теперь даже если где-то были какие-то складочки на этом слайдере они нивелируются за счет того что мы нанесли сначала топ слайдер а потом выровняли всю поверхность prime топом вот но на все ногти понятно что мы это делать не будем потому что ну многие не любят работать слайдером на всю на всю поверхность но вот для композиции хочется чтобы хотя бы один ноготочек у вас был вот такой а на остальных можно добавить уже кусочки до кусочек справа кусочек слева здесь принципе уже этими фоновыми слайдерами легко работать сложнее всего работать когда нам нужно на весь ноготь его нанести следующий вариант точно также работаем технологии бутерброда мы берем снова топ слайдер и здесь например так как элемент пойдет в центре сначала я не буду сейчас на весь ноготь наносить нанесу только в центре также 30 секунд топ слайдер и нам сейчас понадобится как раз вот золотой элемент фольгой берем вырезаем здесь везде где фольга боксе мы использовали нанесение смолы и тем самым смола сахар сохраняет эффект фольги даже если мы обрабатываем потом ультрабонна потому что ультрабонт он фольгу растворяет обычно и она например не так растет но у них тогда толщина из-за смолы появляется поэтому я рекомендую например там где элемент фольги и смолы использовался использовать как раз горячую воду а не холодную девочки у меня на правой руке тест стоит я поставила цветную базу голубого цвета в тестировании она у меня этого продукта в линейке нет надо было одеть перчатки я забыла так очень хорошо приклеивать при помощи штампика так можно еще так подвинуть в центр так как дисперсия присутствует можно такой чуть-чуть двигать и берем ультрабонд обрабатываем ультрабондом и только после ультрабондом можно нанести уже второй слой топ слайдером потому что мне нужно теперь бабочек приклеить просто на ультрабонд бабочки сейчас к этому черепу не приклеются понимаете поэтому мы наносим бутербродик промежуточный слой топ слайдера если боитесь толстых слоев я всегда тогда в этом случае рекомендую что брать берете отдельную кисть например овал номер 6 набираете на отдельную кисть и тогда наносите уже отдельной кистью тогда топ ляжет максимально тонким слоем и при этом даст дисперсию которая нам нужна для приклеивания это понятно да так-так-так красивый цвет да я его пока тестирую смотрю это новый материал колерова но я много колеровала голубых если вы считаете что это удачный колер голубого надо подумать пропустить такой и теперь берете уже бабочки то что говорила собираете сами дизайн можно использовать вариант где есть готовы да вот предполагаться это верно самая любимая компоновка элементов у александра маквин а можете это сами сочинить так вот возьмем бабочку побольше поменьше и так так же я работаю со штампиком на белой подложке поэтому обязательно лучше со штампиком потому что без белой подложки может сворачиваться поэтому лучше сразу штампик так здесь давайте славичко добавим для композиции так откуда вырежем с вами сейчас посмотрим беленькая нам что-нибудь надо давайте отсюда возьмем я снова добавила везде можно больше что их всегда не хватает для компоновки вот так вот так и вот так ультрабонд ультрабонд и теперь я хочу сделать дизайн матовым а если я его хочу сделать матовым у меня здесь слишком много декораций всяких видите оно вот неровно все лежит и чтобы матовый топ во-первых лег по-человечески нормально и чтобы хорошее качество вношение было да он не обдирался с торцов я всегда в финале выравниваю поверхность перед матовым топом чтобы его было комфортно наносить тем же топ слайдером опять же переживайте за толщину возьмите отдельную кисть и нанесите отдельной кистью толщина будет другая вот плюс топ слайдер он дает дисперсию которой очень хорошо будет присоединяться матовый топ причем это кстати относится вообще к любым матовым топом не важно каким вы работаете я всегда рекомендую перед ним наносить топ слайдер он дает такую клеевую основу скотч на и на этот скотч классно приклеится наш матовый топ здесь будьте тоже бывает слишком грубим с толщиной и она получается слишком тонкая с продиранием вот поэтому старайтесь кисточку держать параллельно поверхности не сильно давить но и не сильно много наливать топа все и дальше вы берете какие-нибудь материалы без липкости это может быть просто топ без липкости да вот тот же prime давайте возьмем вот можно просто топ prime взять для бабочек я возьму для объема объемный густой гель без липкости джемте клер кто забыл у нас есть такой продукт его продают в основном и покупают только для объемных дизайнеров когда нам сверху нужно сделать какой-то объем он сейчас в новой формуле вышел поэтому имейте ввиду кто просто пропустил такое бывает очень часто смотрите как хорошо матовый лег топ нет пузырей потому что есть это наложиться такой на неровную поверхность там и пузыри всякая фигня там видно да так он чистенький аккуратненький сейчас мы сделаем глянцевый череп и объемные бабочки сделаем как это может быть удобно такие палки но не понять ну иди отсюда не понять так нет объемного геля можете это сделать просто топом в несколько заходов помните когда джемте клер отсутствовал я все делала текласом вот просто нужно было делать в несколько заходов и объем возможно не такой ярко выраженный подсушили и поехали вот так вот доращивать объем на остальных крышках понятно что если нет времени мы это не делаем но всегда дизайн который сделан подручными материалами когда мы используем декорации и они сделаны какой-то нестандартной форме до нестандартная компоновка композиция подложка цвет если мы еще это дополним такими вещами как например игра матовой поверхности глянцевый объем уже казалось бы декорации они превращаются в что-то более еще интересное сложное добрый день топ слайдер можно заменить новым мульти гелем нет стоп мульти гель это густой гель это клей даже можно сказать мы его называем про себя за глаза клей который полимеризуется в лампе у него во-первых есть легкий такой желтый отлив вы должны понимать вот так как это клей все таки может быть ну какие-то штучные слайдеры может быть и можно на него сажать потому что действительно у мульти геля офигенная клеевая дисперсия но настолько сильная просто божественно работать им удобно и действительно есть слайдеры на которые ну которым требуется более липкая дисперсия чем у топ слайдера да и потому что если сравнивать дисперсию мультипл и слайдер топа то конечно мультипл там сто раз более крепкий более клеевой но у него же желтизна есть это ж надо так как-то угадать приклеивая бабочку чтобы вы там не намазали везде этот мультипл гель вообще это хорошая идея на самом деле пробовать вот капризный слайдер объемный клеить их на мультипл гель это хорошая идея особенно когда много смолы и страз есть такой объем сурик фриман я же понимаю что вы мужчина ну что вы здесь забыли на женском эфире про ногти я поэтому вам говорю вы переходите оскорбляете мои просто роскошные длинные ногти из чего можно сделать вывод что вам это не интересно вот поэтому я вам предлагаю покинуть эфир итак третий вариант здесь мы с вами сочетаем несколько элементов и здесь добавляется вот самый сложный в работе элемент это когда у у нас идет фольга с имитацией страз да чтобы это было красиво после обработки ультрабон пришлось добавить смолу понимаете сверху и соответственно они становятся чуть-чуть более объемные и я рекомендую первое размачивать в горячей воде второе что еще такой знаете акцент когда вы приклеиваете особенно вот эти ленты справа налево именно с одного бока к другому не пилите их вообще не трогайте сейчас я как раз этот момент покажу так этот элемент кразис можно с паутинкой поработать пушечку мы добавим чистом виде так вот этот кусочек нам понадобится так раз два три смотрите черепушки у нас есть они белые черные вот такие трафаретные просто нет ни тени не контура ничего вот отсутствие полностью а есть вот такие беленькие сейчас ряд покажу они имеют и контур и тень опять же предполагаться чтобы дальше сами доработаете доработайте давайте вот такой поменьше не давать маленький возьмем так и давайте вот этот вариант объемных насекомых там также присутствует смола для объема и смола на фольге есть маленькие такие милашные штучки мухи сейчас я тоже расскажу как с ними работать ну можно одну вот такую и чуть поменьше пусть будет красненькая понятно что изначально вы готовите сразу все варианты на все ногти все приготовили приготовили а и еще же сам принять вот у нас остался маленький кусочек чтобы ему не пропадать вот я предлагаю взять этот кусочек еще раз напомню бокс в двадцать четвертом году будет выглядеть без состава днем гель-лак специально убрали гель-лаки потому что 23 году я столкнулась с тем что у вас очень большая была потребность например повторно купить декорации а из-за гель-лаков соответственно не хотелось покупать правильно что гель-лаки то не закончились боксы обычно заканчивается только декорации мы с вами не нанесли топ слайдер на весь ноготь наносим также работаем в технике бутерброд сейчас мы сначала сам квадрат приклеим и уже будем его дорабатывать я думаю паутинку и квадрат первый слой нашего бутерброда а во вторую часть да пойдет вот эта украшалка красиво и даже три слоя у нас получится сейчас увидите почему три слоя будет сейчас напомню что мы с вами делаем ну такого плана компоновку делаем еще тогда мы текст давайте сюда добавим и вот такой кусочек текста поэтому я прервалась бокс не содержит сейчас гель-лака поэтому если вы понимаете что вам эта тема заходит классно вы видите что темы боксов они не повторяются да вот был шанель был дольче да вот сейчас до четвертом году еще я хочу сделать диор скорее всего вот кроме макуин диор в этом году будет достаточно если вы видите что вам это откликается классно вот именно такая тема что например не всем тема шанель заходит так любят более неформатные варианты дизайна вот вам такой больше как маквин подходит ультрабунт здесь же хочется эту паучинку добавить для компоновки если даже здесь у меня сейчас частично паутинка дотронется до основного фонового квадрата я думаю что ничего страшного потому что рисунок очень тонкий в идеале так конечно лучше не делать все ультрабунд и теперь дальше перекрываем первый слой нашего бутерброда для склеивания одного слоя с другим слоем слайдера топ слайдер боитесь работать кистью из флакона вы берете кисть 64 квадрат кисть берете отдельную кисть и наносите более тонким слоем как бы не хотелось взять сразу одновременно и все друг на дружку приклеить не будет стоять особенно если элементы содержит белую подложку например посмотрим на вот этот вариант мы его когда раз размачиваем с обратной стороны вы увидите белую подложку это дополнительная толщина если работать без перекрытия топ слайдера в следующий слой наклейки он начинает крылья поднимать у кого так бывает что вы клеите наклейку на наклейку а у него раз крылышки поднимаются такое часто бывает так сделали следующий давайте вот этот объем не сделаем объемный стоп слайдером не удобно конечно использовать со стемпингом не приклеивается торчит я все равно так делаю не так комфортнее и вот если у нас попадает где-то вот сюда на край а он видит такой достаточно объемный толстый элемент видно то я что делаю я либо аккуратно могу подрезать но пилить пилкой пока нельзя мы потом затем пилкой в самом конце поэтому я сейчас могу чуть-чуть буквально по периметру пройтись обработать ультрабондом прям капелюсечку в центре даже можно не трогать центре можно не трогать и потом уже после перекрытия топом я обычно беру и подпиливаю пилочкой но не до потому что там куча смолы он такой толстенький я не смогу аккуратно это подпилить а только могу испортить так здесь можно вот так добавить и вот здесь у меня должны как бутерброди пойти вот эти мухи дополнительно даже наверно 2 это много мы одну добавим мне придется в любом случае пройтись хотя бы точно там где я хочу приклеить ну например вот здесь до снова топ слайдер поэтому нельзя клеить слайдер на слайдер если у него есть подложка так давайте наверно вот этот маленькую приклеим и все александр маквин он очень любил делать вокруг черепа либо как фурнитура насекомые либо реалистичные варианты насекомых все ультрабондом обработали если вот мы посмотрим внимательно видите фольга от ультрабонда она не съедается почему потому что сверху смола нанесена сейчас можно перекрыть смотрите например тем же глянцевым топом и там где мы видим что у нас есть объемные слайдеры я стараюсь перекрывать мягкими движениями сейчас конечно это выглядит что есть рельеф я его зачем-то залила вы на это не обращаете внимание самое главное перекрыть все перекрыли а вот теперь вы берете отдельную кисть и можно вернуться и снять объем самих стразиков здесь буквально вот такое движение делаете и кладете в лампу и пилить мы с вами будем как раз вот эти ленты красивые сейчас где у меня тут есть образец вот образец там где эта лента попадает на самый край мы пилим только после финиша прям запомните это пилим только после тоже таким движением сверху вниз понятно у нас один такой глянцевый получился вариант на этом все еще раз напомню по идее сейчас если вы перейдете прям здесь в канале ссылки там есть ссылки на интернет магазин и вот кто-то в самом начале писали девочки что этот бокс уже есть даже на marketplace а поэтому заходите на озон на волгарис и на и мешок точка ру и скорее всего часть вот этих боксов есть уже у некоторых дистрибьюторов думаю например москва московская область они точно уже получили эти боксы а на пальцы клиента если у кутикулы как пилить ну конкретно вот эту ленту вы ее кутикуле скорее всего клеить не будете вот она как правило это вот либо вертикально даже если она в кутикулу упирается я обычно ли беру либо ножницы для кутикулы либо щипчики для кутикулы но там пилить не надо вы просто обрезаете по зону в зоне кутикулы и перекрываете а вот там где она спускается вниз по бокам вот там лучше вот оставить зафиксировать перекрыть топом а потом уже взять пилку и подпилить вот этот край если нужно еще и запечатать всем большое спасибо я уверена что мы с этим боксом с вами будем сейчас работать каждую неделю потому что в понедельник я уже буду делать себе новые ногти именно вот этот вариант дизайна хочу сделать эти зеленые ногти всем пока пока